В эфире информационная программа «Панорама» в студии Анна Брянская. Здравствуйте и главные новости на сегодня узнаем прямо сейчас. Ждем путепрокладчики. Военные инженеры прибыли в Якутию для тушения пожаров. Техника на подходе. Главное мнение народа. Илдархан предложил властям Алмазного региона пересмотреть план развития Мирненского района. Достать зонтики. В Ленске прошел долгожданный дождь. И к первой теме. В Якутию прибыли 120 военных инженеров Восточно-военного округа. Специалисты будут помогать остальным огнеборцам тушить пожары в регионе. Напомним, направить дополнительные силы в республику министр обороны Сергей Шойгу 2 августа попросил глава Якутии Айсен Николаев. Базироваться личный состав инженеров будет в Горном районе. Оттуда и начнут тушить огонь, как только прибудет техника. Более 20 единиц. Путепрокладчики, бульдозеры, экскаваторы, легкие бронированные транспортеры, автомобильные тягачи. Подобной техникой, по словам правительства Якутии, пожары в регионе еще не тушили. Личный состав обучен, личный состав готов. И даже нет сомнений, что личный состав выполнит эту задачу. Сегодня мы по прибытию, конечно, хотим, чтобы были сняты такие экстремальные моменты, когда пожар приближен к населенному пункту. И, безусловно, хотим, чтобы саперы работали по минерализованной полосе. Тем временем дорожники разрешили ездить по трассе Аннабар. Движение на участке в сторону Удачного открыли. Проезд любого авто был запрещен со 2 августа из-за лесных пожаров. На всех возгораниях Мирнинского района работают огнеборцы. Самый большой пожар в 22 километрах от села продвинулся до поселка Чернышевский и каскада Вилюйских ГЭС. Там большая задымленность, как и в других населенных пунктах района. Чтобы снизить вредное воздействие, руководство района обратилось к местным работодателям с просьбой сократить рабочий день для сотрудников. Или же вернуться на время к удаленному режиму. Особенно на тех, прошу обратить внимание, которые имеют заболевания органов дыхания и другие хронические заболевания. По бюджетной сфере данный вопрос с нашей стороны уже рассмотрен. Данные мероприятия отрабатываются. Просим промышленные предприятия, предприятия-недропользователи, государственные предприятия рассмотреть данный вопрос в срочном порядке и принять необходимые решения. В целом, 5 августа в Якутии действует 178 термоточек. Сложная лесопожарная обстановка остается в нескольких районах, например, в соседнем Сунтарском, где зарегистрировано 22 возгорания. В Горном районе 13 пожаров, в Кобяйском 8, в Вилюйском и Нюрбинском по 5. В Верхневилюйском и Намском по 4 лесных пожара. В Мирненском районе 3 возгорания, в Ленском на одно меньше. Новые подходы к развитию Алмазного края озвучил глава республики Айсен Николаев во время визита в Мирный. Илдархан считает, власти не должны решать за людей, что им нужно для комфортной жизни. Необходимо составить план социально-экономического развития всех населенных пунктов Мирненского района. Роман Муконин знает подробности. Новый аэропорт, дворец детства, дом учителей и все, что сегодня возводится в Алмазном регионе, прописано в стратегии развития района. Нужно понимать, что строить и зачем. Каждый проект должен не просто позитивно влиять на экономику. Важно, чтобы качество жизни жителей повышалось. Этому глава Якутии посвятил совещание, на котором он поручил народному активу собрать мнения и пожелания жителей, чтобы на их основе составить план социально-экономического развития каждого поселения Мирненского района. Поэтому в первую очередь, считает Айсен Николаев, местной власти нужно вовлекать жителей. Сначала спрашивать мнения, потом прорабатывать проекты. А реализовывать их уже в союзе с недропользователями. Последний не против. Алроса, к примеру, спонсирует практически каждый проект в регионе и готова вкладывать дополнительные средства. В этом году район получит рекордные дивиденды и промежуточные за первое полугодие этого года и по факту второго полугодия прошлого года. Но и сегодня компания является инициатором и разработчиком ключевых улучшений в социальной жизни района. И для нас крайне важно выстроить эффективную систему взаимодействия, диалога с населением наших поселений. И, конечно, у нас предложение – это при разработке комплексного плана развития совместно с жителями определять, что нам нужно здесь дальше делать. Выполнить эту задачу поможет проект «Народный актив» и его лидер Александр Басыров. Проект призван собрать предложения жителей в план социально-экономического развития их поселений. В рамках проекта «Народный актив» мы уже провели 32 встречи в городе Мирном с трудовыми коллективами. По пять встреч мы провели в Айхале и в Удачном. И с 9 августа у нас запланированы выезды в остальные шесть населенных пунктов Миринского района. Мы общаемся с жителями Миринского района, формируем предложения в комплексный план развития каждого населенного пункта. И к концу августа месяца готовы предоставить вам их на рассмотрение. Присутствовавшие на встрече недропользователи «Алрос», «РНГ», «Тюнгэдэ» и «Якутскэнерго» поддержали идею создания комплексного плана социально-экономического развития для каждого поселения. Остальные компании, работающие на территории района, вероятно, тоже эти решения поддержат. Помочь в этом могут поправки в законопроект о недрах, который готовит депутат Госдумы от Якутии Галина Данчикова. Документ обяжет недропользователей заключать соглашение и развивать районы своего присутствия. На сегодняшний день важно собрать пожелания жителей и определить первоначальные задачи для каждого населенного пункта Миринского района. Роман Муконин, Кирилл Шолохов, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». В Айхале планируют расселить жителей Балков. Эти дома строители возвели в период промышленного освоения поселка. И сейчас там насчитывается 116 таких зданий. Балки не имеют статус жилого помещения, соответственно, не попадают в программу по переселению. У жителей этих домов нет горячей воды, в морозы стены приходится утеплять. И аварии на трубопроводе – частое явление. Зимой очень часто тут заносила дорогу. У нас дорога не чистится в этом районе, то есть сюда не может подъехать. Если зима, то у нас все, у нас скорая сюда не подъезжает. У нас для этого вообще нет проезда. Ну а летом, когда сильное бездорожье, то то же самое. То есть опять мы страдаем из-за этой дороги, что приходится пешком ходить. Ну а так, да, конечно, уже балки старые, очень давно построенные. Поэтому, ну, приходится самостоятельно все везде ремонтируем. Это же не большие, не многоквартирные дома. Поэтому все на нас. Галия Петровская, глава Айхала, попросила разрешить ситуацию Асена Николаева, главу республики, на встрече проекта «Народный актив». Илдархан заявил, балки расселять необходимо. Для этого нужно изменить их статус. Сегодня подготовлено постановление правительства Российской Федерации, которое учитывает как раз нашу основную вопросу. Оно находится на согласовании. Мы очень надеемся, что уже в этом году оно будет подписано. И тогда проблема по Айхалу, наконец-то, будет закрыта. И, поверьте мне, эту проблему я очень серьезно отслеживаю. И мы работаем над тем, чтобы она была окончательно, раз и навсегда решена. Потому что, конечно же, раз мы ушли и завалим, и жилье, если нормально там в пенсии, то из волков-то должны были вводить первую очередь в пенсии. Но, к сожалению, эта вся бюрократическая АЧХАТа, она не позволила это все правильно реализовать. Конкурсы профмастерства на всех площадках Валроса теперь проходят раз в год. Раньше проводили до 15 состязаний. В каждом подразделении отбирают лучших в профессии и отправляют на чемпионат Валроса. В Алмаз-Дур-Трансе имена лучшего сварщика-электромонтера известны. Как проходил отбор и в чем смысл реорганизации, расскажет Юлия Золотарева. Она наблюдала за процессом. Проваренный шов, отсутствие опор и подрезов. Ошибиться нельзя, ведь здесь борются за звание лучших сварщик авторемонтных мастерских. Он отправится на чемпионат Валроса. В Алмаз-Дур-Трансе отбор в таком формате проводят впервые. Здесь теория и практика. Участники из категории профессионалы от 36 до 50 лет. Поэтому прежде всего нужно продемонстрировать мастерство владения металлом. Разные технологии сварки у нас используются в производстве. Мастерство нужно. Каждый как художник-сварщик. У каждого свое умение, своя школа, как говорится. Как любой мастер своего дела. Все зависит от опыта. Опыт пригодился и участникам другой категории. Электромонтерам предстояло собрать схему электродвигателя с реверсивным запуском за 40 минут. Для Петра Петришова работа несложная. Мешает лишь срочность. Такой конкурс, по мнению мужчины, возможность прокачать навыки. В жизни вот сколько я работаю, я столько учусь. У конкурсов профмастерства Валроса целая история. Раньше в год проводили до 15 состязаний на разных площадках. С конца 2020-го они объединены в единый чемпионат по международным стандартам WorldSkills. Всего семь направлений. Сварщики, электромонтаж, сортировка алмазов, слесарь по ремонту автомобилей, машинист автомобильного крана и буровой установки, а также водитель. У последних двух категорий отдельные правила. WorldSkills – это вообще некоммерческое движение, объединившее весь мир именно в рабочих профессиях, где соревнуются все страны. Мы запускаем так Валроса по стандартам WorldSkills, чтобы проверить мастерство наших работников в первую очередь. Это престижно. Теперь участников отбирают на местах. Победители отборочных туров встретятся на чемпионате Валроса в Мирном в мае 2022 года. Тогда выберут лучших номинациях «Молодой персонал», «Профессионалы» и «Навыки мудрых». Участвуют в конкурсе вакцинированные члены профсоюза. При реорганизации одно осталось неизменным. Победитель получит денежный приз. Юлия Золотарева, Анастасия Белокреницкая, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». И к другим темам. Головная боль и расстройство желудочно-кишечного тракта – новые симптомы COVID-19. Министерство здравоохранения Якутии рассказали об изменениях симптомов коронавирусной инфекции. Среди проявлений – заболевания суставов и горла. При этом у пациентов не отмечается изменение обоняния и не обязательно будет высокая температура. В Мирненской ЦРБ считают, третья волна пандемии уже идет. Это связано с появлением новых штаммов коронавируса и скоростью распространения инфекции. Сезон отпусков и массовые перемещения граждан по стране и за рубеж сыграли роль. 4 августа в больницах Мирненского района от коронавирусной инфекции скончались 3 человека. Количество коек для больных коронавирусов в МЦРБ увеличили до 140. При необходимости стационар могут расширить до 250 мест. Все-таки коронавирус негативно сказывается на многих сферах. В Токио, например, не допустили к соревнованиям единственную российскую каратистку. Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде из-за положительного теста на COVID-19. 19-летняя спортсменка – действующая чемпионка Европы. 5 августа она планировала выступать в весовой категории до 55 килограммов. Пожалуй, и сама Анна, и другие каратисты ждали этого выступления, ведь карате первый раз вошел в программу Олимпийских игр. Но и контрольный тест Чернышевой показал заражение. Теперь спортсменка находится на изоляции, ей предстоит покинуть Олимпийскую деревню. Как и якутянину Аялу Лазареву. Правда, он выступал за сборную Киргизии. Боец проиграл сопернику из Америки. Остался не только без медали, но и бесплатных обедов. За несколько дней до Олимпиады один якутский ресторан обещал в случае победы в течение года кормить Айала. Без медали в этот раз остались российские волейболистки. Женская сборная «Рок» встретилась в четвертьфинале с командой из Бразилии. Россиянки выиграли первый сет, но затем уступили в следующих трех партиях. В очередной день Олимпийских игр в Токио 2020 разыграют 27 наград. А пока медальный зачет такой. Наша сборная ОКР, она же «Рок» на шестой позиции. Пятое место у Австралии. Сборная Великобритании обосновалась на четвертом. В тройке лидеров – Япония, США, Китай. А вот испанец, автор фоторепортажа о Якутии «Сияющая земля», фотограф Карлос Фалгоса стал участником международного мультимедийного проекта «Открывая Россию». Напомним, фотограф из Испании несколько раз приезжал в Мирный и при содействии Алроса побывал на основных алмазодобывающих площадках. Работы Карлоса представили на 19-м фестивале «Мирный поет о мире» и на международных выставках. А в минувшем июле автора пригласили в Выборг, где он провел мастер-класс для молодых журналистов, интересующихся Россией. Кроме обмена опытом, гости посетили древние города и памятники. Результатом проекта станет документальный фильм и фотовыставка, раскрывающий взгляды иностранных журналистов на жизнь россиян в Ленинградской области. А в апреле следующего года международная выставка пройдет в рамках 16-го медиа-форума «Диалог культур» в Государственном Эрмитаже. На ней будут представлены и фотографии испанца. Это был полезный опыт, потому что мы побывали в Выборге, в Гатчине и в других малых городах Ленинградской области. Посмотрели памятники и старинные монастыри. Для меня, как для фотографа, важно то, что удалось взглянуть на Россию так, как не удается обычному туристу. Это был интересный опыт. Авленский, вторые сутки, дожди, счастливые ленчане. Ливень стеной не испортил настроение горожанам, его ждали. Полторы недели город провел в дыму от лесных пожаров. За сутки здесь выпало 27 миллиметров осадков. Метеорологи говорят, это сильный дождь. Он принес горожанам долгожданное облегчение. Дышать стало легче. Первые капли дождя встречал и наш оператор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Даже через экран чувствуется прохлада. Ленчане, делитесь с нами дождем. Но вы наши телезрители. Оставайтесь с нами в соцсетях. Смотрите нас на YouTube, в Instagram. Лайкайте, комментируйте. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова